доброе утро все сидим на террасе и слышим просто такой письки ну как будто бы мама за мы выберем выдержали сидите знаете кто здесь блин они убежали короче здесь сидит и здесь только что был щеночек вот этот которого нам предлагали и он прям так пищал на нас смотрел и это прям знак как будто бы назвал что думаете блин мы хотим короче его он вот такой вот малипусенький очень маленький малюсенький и он прям назвал пришла клиентка в общем мы не смогли его подойти посмотреть поближе я думаю что вечером мы сходим и вам покажем и может быть мы возьмем его это было бы вообще просто классно и замечательно потому что мы сервису давно хотим второго щеночка но плюс мить уже тоже 9 лет и ему уже нужно какого-то дружочка чтобы он как бы духом не старел и этот щенок он прям идеально мог бы нам подойти поэтому птички пойдем вечером смотреть проситься к соседям и смотреть этого щенка ну он прям пищит его как будто бы зовет и мы понимаем что это просто уже знак надо брать как брать щенок это дополнительные растраты корм в месяц это на мить q 40 баксов таблетки вот сейчас на самом деле как раз едем в магазин ветеринарные митьки покупать таблетки монетизация кстати с ютуба пришла монетизация нам за два месяца 100 долларов и как раз митьки надо купить таблетку которая стоит практически 100 долларов так что все на пушистого блогера уходит птички поэтому так важны донаты донейшн поддержку канала спасибо всем кто присылает донаты и дает возможность нашему каналу продолжать существовать сегодня кстати мама написала что youtube уже не открывается в россии а свайбера из telegram открылась поэтому подписывайтесь на наш telegram чтобы если вдруг быть на связи и не пропускать наши новые ролики мы там делаем оповещение о новых роликах а также иногда оставляем там записи прямых трансляций мы собираемся ехать и вот все забываем прицепить стикер который купили на маркете у марины библиотеки давай куда мы его ну рядышком куда-то да вау кайф и украшаем нашу машинку уже такие ай лайф майорке уравида все будет и спокойно и радужный ленивец едем на улов едем за продуктами про продукты вы тоже любите запишем на маленький ролик shorts так что поехали вместе с нами погода кайф сегодня мы работаем значит сейчас сезон дождей и большая проблема в том что когда идет дождь то очень плохо слышно например смотрим там сериал или видео монтируем мы не можем это делать поэтому нам слишком срочно нужна колонка вот здесь колонки продают не знаю прицениваемся пока попросим 200 долларов колонка ну что вчера тоже видос монтировали и ждали пока дождь закончится потому что реально невозможно ничего смотреть мы даже бывает друг друга не слышим потому что дождь стучит по крыше и ничегошеньки не слышно так что что думаете насчет колонки птички ту маленькую которую вы нам дарили тогда она уже все сломалась не работает что она была очень дешевая и быстро вышла из строя там еще что-то было помимо этого она там в овощном магазине там же в овощной лавке возьмем я хотела вот посмотреть для камбуча но видимо уже тоже нет стеклянную а вот нужно нам срочно купить но она горит что может быть там что-то они неправильно делают очень стеклянная тара такая нужна чтобы делать камбучу возьмем короче стоит сколько получается 12 долларов подумаем пока над этой тары над этим корыцем так как сейчас за квартиру заплатили счета придут и вот как только почувствуем что можем купить за 12 баксов себе вот эту стеклянную бочку то и купим хотя иришка говорит давай возьмем жилье оплата интернета счетов всех тра-та-та-та-та в итоге там большая сумма натикает поэтому всегда очень осторожно хотя хочется купить все в реальном это будет камбучу делать это класс это чайный гриб очень полезный ферментированный напиток так как здесь кефира нету таких вот кисломолочных продуктов здесь мы любим пить камбучу всегда приходим к наташи в кафешку лакалину и у нее самая вкусная камбуча поэтому и она горит что девчонки давайте я вам дам гриб вы сами будете делать он там она нас научит и мы будем делать но вот это вот канистра стоит 12 с половиной долларов не знаю подумаем может кто-то из вас птички хочет нам подарить такое вот термос стеклянные мы с вами будем камбучу пить за вас как вам такая идейка ссылки на донаты в описании и научим вас делать этот гриб и будем пить его за вас на стримах как вам идея вообще супер мне кажется и она уже их берет блин понимаете вот так вот деньги уходят из семьи хочу и складывать а я говорю я хочу вот это я не складываю его вот сюда я хочу и я беру и взяла ну молодец в принципе как бы я люблю когда моя девочка берет все что ей надо и а ты знаешь что что гости это горле в горле кости поэтому мы без кружек пока давай сами будем ходить по гостям для гостей чуть позже купим когда с тобой на границе с панамой поедем птички тоже собираемся на границе с панамой мы уже боимся вам о наших планах рассказывать хотя это скорее всего реализуется вот ванючку для машины я бы взяла в бэме стоит 2 бакса здесь сколько мы просто еще в м будем сейчас заезжать здесь дороже кстати поэтому сейчас все другой магазин с вами поедем и лишь тебя на урок пора а гантели вот они маленькие пришли за маленькие не хочу я хочу побольше слушайте ждала и решку разворачиваю гантели я вот такие вы большие взяла какие надо взять птички пишите кто хочет наиски купить гантели наиска поднимала их по утрам и решка все йогой занимается это маленький за сколько надо раз поднять чтобы что-то было такие все таки вне дрова такие за я вот такие хочу с контакт раз покупаем я думаю возьмем я думаю что это нормально попробуй ну вообще кайф самое то класс мне нравится я такие берем спасибо любимое спасибо моя милая сколько стоит то гантели в итоге нет это важно короче две штуки будет стоить 11 миль 20 долларов одна гантеля 5 500 одна гантеля в общем стоит 11 баксов птички дорого но нужно это прям вещь супер необходимая поэтому идем дальше так мы селища пьем кофе таранки а как говорят нам что здесь написано не транкило а триангульо ну что-то другое нам нравится транкило и мы говорим так кто-то не любит этот магазин а мы заходим здесь некоторые товары прям реально нравится и по цене и вообще в принципе давно мы блинчики с тобой не жарили кисень так как у нас закончилась мука надо муку взять а масло еще за надо взять сейчас на выходе мы вам расскажем какой прайс на то что мы сегодня берем что нам сегодня необходимо приправы вроде у нас все есть с тобой здесь кстати в коста-рики с приправами вообще беда если переезжаете в коста-рику берите приправа особенно там если любите плов хмели-сунели ну вообще любые приправы потому что здесь в основном это какой-то микс есть орегано там какие-то кумин паприка и ничего такого чеснок сухой и вот в основном они любят всякие маги вот то что кубики и такая история мы такое не дадут ему в основном соль перец и иногда мы берем паприку орегано удовольствием мы не отказались от приправ для плова так как иришка иришка посмотри на меня готовить самый вкусный плов по рецепту и мамочки сегодня аттракцион невиданной щедрости в максиполе подсолнечное масло за два с половиной доллара это прям дешево потому что в основном здесь подсолнечное масло дорогое где-то 6 баксов за литр и в основном все покупать соевое а костариканцы и вовсе предпочитают жарить на маргарине на нумаре выглядит он так то есть это типа рамы что-то сюда а вот это кисюнь чё за масло кстати а де пальма пальмовое масло здесь используется но мы такое не покупаем а иришка что-то там еще радуется макаров морковка по-корейски 10 баксов я тебе сама сделаю смотрите здесь морковка по-корейски баночка 10 долларов стоит у меня уже ну купи купи нет за дорого нафиг надо еще горошек вот такой ничего не берем кукурузку вот кукурузу надо взять на кукуруза на акции 420 вообще выгодно но единственное без вот этих хвостиков мы с иришей постоянно режемся надо наберешь из клавашку купить возьмем до 2 баночки прикиньте гантели не пробиваются гантели не пробиваются 3900 вообще тема дешевле восемь долларов одна штучка настика счастлива спасибо моя любовь все скакалку отвяжет пальмы и вообще будет кайф ставьте на паузу рассматривайте что мы купили еще вот две картофеля на батат будем суп варить вкусный и все это у нас получается двадцать пять тысяч восемьсот тридцать две колонны и поедем сейчас еще во второй магазин съездим который находится буквально здесь через дорогу со соевым соусом и тыквенными семечками а то здесь нету двенадцать долларов такие палочки купили вонючки семечки для птичек для нас соевый соус и пять морковок двенадцать долларов пишите сколько у вас стоит такой набор это рыбка кстати тилапия килограмм шесть долларов продается в пакетиках очень удобно прыжать пальцами прошу Christians бежать гай грех бежать бежать а Катя пищи пищи гай вот пищи пищи бежать У нас продолжается денёк. Настяна тарелочка. А это уже Иришина. Она уже собралась накладывать себе добавку. Кто больше всех ест в нашей семье. Да, Иришка? Хотя мы специально купили тарелочки поменьше. Да, Иришка такая говорит, я возьму, куплю такие тарелочки и теперь накладывай мне только в эти тарелочки, в большие, не накладывай, чтобы меньше есть. Но это не помогло. От такого вкусного салата просто невозможно устоять, а особенно с халапеньо. Слушайте, вот кто не ел халапеньо, попробуйте, зацените, вообще просто нереально вкусно. Но на самом деле здесь ничего калорийного нет здесь в этом салатике. Киноа, горошек, помидорка, огурчик, лучок, немножко соевого соуса и оливковое масло, ну и соль, перец. И не хватает халапеньо. И халапеньо вот мы еще добавили, и раскрылся вкус, прям вообще кайф. Вообще халапеньо куда не добавишь, он везде раскрывается. Я теперь понимаю, теперь чипсы с халапеньо, сухарики с халапеньо. Да, Митика, ты тоже понимаешь? Новый вкус с халапеньо. Вообще кайф. Рекомендацион, если вы живете в Коста-Рике, либо там, где продают халапеньо, в принципе можно. Сегодня было и на большую тарелку, да, выкладывать, Ириш? Когда очень вкусно, то можно и на больших тарелках. Вкусно всегда. Просто с добавкой, добавка интересная, да? Да. Митил гостишь чем-нибудь? Нет. Нет. Митика у нас на корме. Что, Ириш, кого ждем? Свет включила, хотя вроде день, да, но... У нас достаточно темно, и мы ждем Антье. Антье у нас из Германии, и каждый месяц она приезжает на подкрасить корни. До встречи с ней осталось буквально 10 минуточек, сейчас мы ее встретим. Сегодняшняя наша девушка говорит на немецком языке, поэтому общение проходит через переводчик у Иришкин, и это очень классно. Кстати, девушка живет на границе с Панамой, и зовет нас в гости, говорит, что место на матрасах в ее доме всегда найдется, и она нам покажет все окрестности, и покажет какие-то интересные места. Так что такие новости, такие дела. Хочу познакомить вас со своей клиенткой, ее зовут Антье. Сейчас мы ей зададим парочку вопросов. Антье, where are you from? Я из Германии, я из Германии. Почему Коста-Рика? Потому что ты в Коста-Рика так хорошо свободен, и ты должен делать, что ты хочешь, и ты не должен быть ваша работа. Я косметикорина, я делаю постоянный макияж. И я хочу, чтобы это в Коста-Рика. Повторно! Для меня это хорошо, а для липс? Да. Короче, мы с Антье договорились, что сначала мы выводим вот эту штучку, про которую я вам говорила, это нужно идти к косметологу, а после этого подождать два месяца, и мы отправляемся к Антье на перманентный макияж губок. Очень спасибо! До новых встреч! Вот такие у нас красивенькие клиенточки, свежее окрашивание. Знаете, почему такое лицо? С утра сегодня такая была прекрасная, классная погода, но вы видели, да? А сейчас вот, пока закончилась работа, набежали тучи, вовсю гремит гром, и сезон дождей, что поделать, не знаем. Иришка говорит, в дождь вода теплее, но сама она там, в домаке, никуда не собирается. Пока видосик сделали, шорсы понавыкладывали, вот и погода испортилась. Так что посмотрите шорсы, посмотрите видео, поставьте лайки, напишите комментарии, а мы будем ждать погоды у моря. На пляж едем? Нет. Нет. Все. Слишком классно, да? Сейчас написали соседке, и она нам покажет щенков. Погода не пришла, а только ухудшилась и гремит гром. Но зато не жарко, Иришка не включила вентилятор, и все, он выключен. Так что плюсы есть. Да, Митик? Остаемся все дома. Да, Митик? Да. Луки, а мама? Да, Луки. О, что линдо. Вот они эти молочи. О, что линдо. Что линдо, перрито. Митика хочет. Митика хочет. Да, это щенки маленькие. Какие заяние. Ты хочешь играть? Два брата А бус? А бус? А бус? А бус? Бус А это бус Это бус У соседей 7 собак и еще 2 щенка Это бус 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 Оказалось, что сестра этой девушки, которая нам его предлагала решила забрать этих двух братьев себе и оставить А тот самый щенок он, прикиньте, научился говорить Он прям реально говорит мама И его зовут Лаки Ига, мама Мама И она сказала, что когда появится следующий помет ну то есть как бы эти собачки они периодически появляются и то нам сообщат 100 долларов в месяц, наверное, будет стоить мы вот не знаем, у нас все упирается в деньги на самом деле мы бы уже взяли бы щенка и, наверное, ни одного бы и кота но, конечно, все упирается в деньги да, здесь все не дешево корм то еще ладно вот если ветеринария то как вы помните по опыту мы ходили с Митькой это очень дорого поэтому ну вот конечно же и хочется и колется но все-таки, наверное, пудель пудель будет, да? да ну хотя вот эти вот дворовые он такой клевый ну дворняжка это тоже свой шарм они тут такие все разные это прикольно когда ну они он будет абсолютно ни на кого не похожим то есть в этом прикол тоже но все-таки мы сделаем большую милость если возьмем пуделя но с другой стороны мы возьмем хорошую милость если мы возьмем такого маленького щеночка напишите есть ли у вас животные и сколько у вас их смотрите птички какая бабочка размером с ладонь наверное в нашем складском помещении сидит это мотылёк но похоже на бабочку а она расцветка как бабочка в принципе вообще кайф но выглядит не очень приятно ну да ну в общем вот так вот день и прошел как бы в Коста-Рике а дождя так-то и не было да? по факту по факту и не было просто было все затянуто я думаю что красивый закат есть и закат бабочка прилетела белая классная все кабина лифта как говорится занавес увидимся в самое ближайшее время в таком в таком а